Печать Бога Смерти, мир был заключен. Хаширама, довольно улыбаясь, разговаривал с лидером деревни скрытой в песке. Они были практически первыми последователями Канухи, объединив несколько кланов. Все шло так хорошо и прекрасно, что Синджу даже боялся об этом заукнуться. Он уже мечтал рассказать друзьям о том, что все получилось, и они смогут помогать друг другу в случае важных битв. Поэтому, когда Хаширама бежал обратно, он так торопился. Эта хорошая новость так и просилась наружу. Но он хотел первым сообщить именно Мадарь и Лайе. Но, внезапно, Синджу остановился, замерев на одной из веток дерева, которое находилось еще на приличном расстоянии от Канухи. Он, закрыв глаза, прислушался к лесному шороху. Его внутреннее чутье подсказывало, что что-то было не так. Но, что? Девушка отдаленно слышала, как камни сыпятся на землю. Слышала этот дикий вопль и чувствовала, как воздух содрогался от жутких вибраций. Узумаки, валясь на земле, практически не чувствовала свое тело. Кажется, ей переломали пару костей, но на фоне шока пока еще не было больно. Лайя пошевелила пальцами и ей стало легче от понимания того, что она еще может хоть как-то двигаться. Девушка медленно перевернулась на бок и скрючилась от внезапной боли в ребрах и сильного головокружения. Узумаки постепенно открывало глаза и то, что она видела, приводило ее в ужас. Земля содрогалась, потому что демон снова вставал на ноги. Целый и невредимый. Поднятый пыль и песок, резали глаза, поэтому она прикрыла их рукой, чтобы хоть как-то еще понимать, что происходит. Узумаки огляделась по сторонам, в поисках Мадара и увидела его распростертое тело у самой стены, окружающей деревню. Демон сделал еще один шаг. До Канохи ему осталось еще два. Два шага, и он просто их всех уничтожит. За что? За что им это наказание? Кто вообще это сделал? Сила. На ее глазах появились слезы отчаяния, которые она тут же вытерла тыльной стороной ладони. Дай мне силу спасти их всех. Элая. В этом темном и страшном мире было очень холодно. Элая. Однако, девушка продолжала двигаться в этом мраке за голосом, который ее звал. Она пыталась согреть руки дыханием, но холод просто обжигал ей кожу. Что это за место? Иди ко мне. Если бы это было бы реально, Узумаки никогда бы не пошла за ним. Ей было бы страшно. Но сейчас, страшнее было то, что творилось во внешнем мире. Элая остановилась, когда увидела, что голос привел ее к гигантским воротам, которые длинно открывались вовнутрь. Мягкий, но холодный свет пролился в темноту, слабо освещая дорогу вперед. «Я тебя жду. Кто ты?» Громко спросила Элая, решительно войдя вовнутрь, но она даже не успела оглянуться, как двери за спиной мгновенно исчезли. Это была очень большая пустая комната, потолок которой переходил в темноту, настолько большая, что конец расплывался в темноте. Здесь не было ничего, кроме катаны, воткнутой в пол в самом центре. Узумаки еще раз огляделась по сторонам, в надежде понять, кто ее звал, как вдруг прямо рядом с оружием появился женский силуэт. При таком освещении было сложно понять, кто это, но Элая сразу ее узнала. «Ильяна!» С болью в голосе прошептала девушка. Она медленно сделала первый шаг, а потом бросилась к сестре, чтобы ее обнять, но та встретила ее лишь холодным и жестоким взглядом, поэтому девушка остановилась, не добежав до нее пару метров. «Ильяна!» «Уничтожь его», — твердо сказала сестра, не собираясь обнимать в ответ. В ее голосе была совсем не просьба, это было больше похоже на то, что за нее уже сделали выбор, не спрашивая ее мнений. «Что ты?» — в недоумении начала девушка, но ей снова не дали договорить. «Убей его!» — еще жестья отрезала сестра, не сдвинувшись с места. Узумаки не верила своим ушам. «Этого просто не может быть!» Ее старшая сестра никогда бы этого не сказала. «Ильяна всегда была ребенком, который мухи не обидит». «Тогда кто это был?» «Этот демон — древнее существо, которое можно вызвать, лишь отдав ему в жертву десятки тысяч душ», — начало рассказ Ильяна, «а ее голос словно раздвоился. Клан Равновесия долгое время собирал души умерших после каждой битвы рядом с вашей деревней, каждое ее слово болью отражалось в сердце Илья, до которой только сейчас дошло, что произошло. Потому что ради баланса сил вы не имели права создавать деревню и решать, что такое добро и что для вас зло». «Л. Уничтожь демона». Перебила сестра и указала рукой на клинок, который манище светился в этом полумраке. И тогда дети больше не будут страдать. Это было последней каплей в чаще отчаяния Илья, которые медленным шагом двинулись к катане. Схватив ее за рукоятку, девушка почувствовала безумие, которое было готово выбраться наружу, но это не могло ее остановить. Узумаки резко вытащила клинок из земли и посмотрела на свое отражение в нем. На нее смотрели фиолковые глаза, в которых уже читалась решительность и понимание того, что должно произойти. «Вот и все», — прошептала Ильяна за ее спиной. Илья повернулась к сестре, как вдруг поняла, что находится уже почти колотку в воде. «Что?» Девушка в недоумении посмотрела на то, как быстро приливает вода со всех сторон. Комната начала сужаться и воды стало еще больше. «Ильяна». Позвала сестру Илья, надеясь спросить, что ей делать дальше, но ее уже не было. Да что здесь вообще происходило? Вода уже подходила к груди, а как отсюда выбраться у Зумаки не имела понятия. Она прошла к стене и со всей силы ударила по ней рукой, но ничего произошло. Вода была уже у самой шеи, поднимаясь еще выше. Нет. Куда все подевалась? Почему она вообще оказалась в такой ситуации? Сила. И снова этот голос. Где он? Девушка уже полностью была под водой и никак не могла выбраться, задыхаясь от неохватки и кислорода. Неужели все так и закончится? Она просто утонет, не в силах что-либо сделать? Сила. Когда из-за неохватки воздуха легкие начали гореть огнем, у Зумаки все поняла. Она наконец-то догадалась, чей это был голос, и кто звал ее сюда все это время. Девушка сама все это время просила силу, благодаря которой сможет победить ее сознание показало ей место, где хранится свиток, запечатанный внутри нее. Ответы нашлись сами собой и теперь не страшно было тонуть. Элая уже не сопротивлялась, а просто падала в самую бездну ее собственного сознания. На глазах Элая появились слезы отчаяния, которые она тут же вытерла тыльной стороной ладони. Она все сможет. У Зумаки оперлась руками в землю, чтобы помочь себе подняться на ноги. Дыхание было сбито, а перед глазами все еще плыло. Она оглянулась, с любовью смотря на жителей деревни, которые стояли за защитой ее генома. У нее все получится. Теперь она точно верила в это. Учхо сильно ударился головой и сразу вырубился. Он не слышал вообще ничего. Эта тишина была для него катастрофой, ведь она словно поглощает его душу и утягивала в глубокую бездну его отчаяния. Он еле приоткрыл один глаз и в нос ему сразу же ударил запах металла. Кровь заливала глаза и все не останавливалось. Видимо удар был достаточно сильным, чтобы выбить его из строя. Он видел, как впереди него из последних сил вставала на ноги у Зумаки. На секунду ему даже показалось, что ее левая рука была неестественно выгнута, но в таком состоянии он совершенно не мог сфокусировать взгляд. Последний раз все так плавало, когда они вместе с Хаширомой пили в его доме, отмечая свадьбу. Глубоко вздохнув, Учхо принялся вставать на ноги. Он не хотел, чтобы кто-либо из деревни считал своего лидера слабаком и не мог позволить этому случиться. Покачиваясь из стороны в сторону, он побрел в сторону Узумаки, останавливаясь рядом. Перед ними расстилалась ужасная картина, наполненная болью, ужасом и страданиями. Мадара. Элайя, скрестив пальцы, выполнила уже знакомые у Чихи техники. Купол над деревней исчез, но в тот же момент защита появилась вокруг них и демона, которому оставалось сделать всего один шаг. Мужчина перевел взгляд на Элайю, в глазах которой было все это же тепло и доброта. Да, это была та самая девушка, которую он узнал и любил. Он сделает все, что защитить ее. Но уже было поздно. «Прости», — прошептал Узумаки и с разворота ударил его в грудь, и вытолкнув недоумевающего друга из защитного круга. «Что? Учиха не успел ничего сделать, как оказался за ее защитой. Разве так можно было? Неужели она по своему желанию может выпускать из своего генома? Что ты делаешь?» Он возмущенно смотрел ей в спину, но девушка больше не обращала на него внимания. «Элайя, впусти меня!» Узумаки слышала, о чем он говорил, но в ее глазах стояли слезы, поэтому она не могла повернуться к нему лицом. Девушка любила его, однако помимо него она любила свой клан, своих друзей, деревню и всех ее жителей. Жизнь — это самая малая часть, которую она могла отдать за то, что получила, поэтому Узумаки уже была готова к этому сражению. Громко выдохнув и успокоившись, Элайя сорвалась с места. Сейчас ее скорость достигла своего предела, и ей даже самой показалось, что она никогда еще не двигалась так быстро. В руке появились две катаны, прикрепленные цепью к рукоятке и с другой стороны к браслетам. Она с легкостью снова разрезала связки под коленями демона и, пока он падал на колени, понеслась еще выше. В этот раз у нее все получится. Элайя уже знала, где были слабые места демона и рубила одно за другим. Парные катаны — это ее личное совершенство. Девушка гордилась, что научилась вызывать две сразу, но мысли о Кассе не давали ей покоя, ведь она могла и больше. Уже на последнем издыхании Узумаки оттолкнулась от головы монстра и на какое-то мгновенье застыла в воздухе. Как же здорово быть свободной, но этого было так мало. Как же ей хотелось просто улететь отсюда. Только жаль, что улетать уже была слишком поздно. Элайя перевернулась в воздухе, набрав скорость, словно вспышка молнии пробила броня от демона и воткнула одну из катан в его кристалла на груди. Демон только громко завопил от боли, но ничего не произошло. Почему он просто не умирает? Почему он все еще жив? Девушка усмехнулась себе и своим мыслям. Ну, конечно, он не умрет от такого. Именно поэтому у нее был еще один план. Их клан знал о печать их все. И, раз она не может его убить, то запечатает в себе. Я Элайя из клана Узумуки. Девушка бесстрашно подняла руку вверх и с силой воткнула вторую катану себе в грудь, ощущая эту адскую боль внутри. Вот и твой конец. Мадара с ужасом наблюдал, что творит эта девчонка. Он просто не верил своим глазам. Что она вообще делает? Они бы вместе придумали, как это решить. Но почему там именно Элайя? Но Узумуки уже совершенно не думала о том, что происходит за ее спиной и вокруг. Боль быстро расходилась по всему телу, не давая ей даже двинуться. Густая и темная жидкость пролилась на кристалл, окрасив всю ее одежду. Как же это больно. И почему в своей голове она представляла этот момент совершенно по-другому? «Черт!» — на выдохе произнесла девушка, за которым изо рта полилась кровь. Боль поразила все ее тело, сковывая движение. Да, не так это все должно было быть. С огромными усилиями она вытащила из себя катану, которая тут же исчезла из ее рук, а та, что была воткнута в разъяренного монстра, начала слабо мерцать. Только не это. Она должна? Нет. Обязана взять себя в руки и продолжит начатое. Узумуки выполнила множество печати подряд и закрыла глаза, собираясь с последними силами. Гори в аду, она кровью нарисовала печать на себе и активировала ее. Грибанный демон. В этом гновенье яркий свет залил все вокруг. Элая словно слеплая прикрыла глаза рукой, чтобы хоть что-то увидеть. Но мир стал настолько ярким, что даже закрыв глаза, она продолжалась видеть его сияние. Эта техника запечатывает живое существо в другом, однако, взамен забирает жизнь. Сейчас, все должно закончиться. Она чувствовала, как ее тело словно наполняется чем-то новым. Элая грустно улыбнулась. Наконец-то все закончится. Этот мир, который так ее не любил, мир, в котором она прошла столько испытаний, который отвергал ее, теперь отпускает и это сделало ее очень счастливой. Вы же помните, что я, автор, обещала рассказать вам историю о том, почему осталось так мало членов клана Узумаки. Обещала, что покажу вам то, о чем молчали предки и почему кланы рассорились. Так вот, эта история почти подошла к концу. Ведь теперь Элая верила в то, что сейчас она увидит сестру, и они вместе уйдут в другой мир. Девушка закрыла глаза и почувствовала себя просто отлично. Как никогда раньше. Силы ее покидали, но Элая продолжается улыбаться. Прости, Мадара. Да, будут ужасные последствия. Но главное то, что она заберет этого монстра с собой. Проще. Этот свет никто из них и никогда не забудет. Он был невероятно ярким, ослепляющим все вокруг и в то же время теплым. Никто и не подозревал, что черная чакра могла так светиться. Мадара, как и все остальные, закрыли глаза и прикрыли рукой, однако это не спасало. Повсюду были вопросы и было из настолько много, что в один момент деревня словно превратилась в рой жужжащих пчел. Что происходит? Что делать? Что с Элаяей? Как только свет прекратился, Мадара резко открыл глаза, чтобы следить за происходящим. Он понятия не имел, что случилось. Никто не знал, разве что лица ее соклановцев были опечаленными и грустными. Она была такой молодой. Прошептала Мита, упав на колени рядом с Туберамой. Жена Хаширома громко разрыдалась, спрятав лицо в ладони. Какая-то старушка из их же клана подошла и обняла ее за плечи. Я надеялась, что больше никто не будет применять печати богов смерти. Ее глаза были полны боли, но от этого Мадарин лучше не стало. Внезапно, барьер исчез. Неужели слова этой старухи оказались правдой? В этот момент Учиха увидел, как его подруга с огромной скоростью летит головой вниз. Он сорвался с места, но Тубераму его опередил, уже у самой земли аккуратно поймав девушку. Мадара с ужасом наблюдал за тем, как ее безжизненное тело лежало на руках у Синджу, который старательно отводил глаза в сторону. Одежда Илайи была практически сожжены, еле прикрывая ее тело. А в области живота появился какой-то неизвестный ему знак. Видимо, это была техника печати. Браслеты на ее руках перестали казаться ему серебряными. Теперь, чистое от крови место, потоскнели как будто перестали блестеть. Учиха старался выглядеть серьезным, спокойным, так, как должен вести себя Хакаги, но где-то внутри его разрывало на части от собственных чувств. Девушка, в которую он понял, что влюбился и умерла, спасая деревню. Теперь Мадара точно знал, что эта война не закончится никогда. Все люди, которых он любил, исчезали один за другим. Он всегда держался и старался быть сильным, бесстрашным и тем, кто готов до конца стоять за свои принципы. Но все его близкие, все. Его брат, который отдал ему свои глаза для того, чтобы он стал сильнее. Его отец, который воспитывал его будущим лидером. Илайя и Хаширама, которые стали ему опорой и верили в него. Но почему? В этот момент внутри него что-то треснуло и в стене, которая сдерживала внутреннюю боль и ярость Мадары, появилась трещина. Он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, но его трясло от злости на этот мир, на себя, на всех, кто здесь был и на Хашираму, которого не было. Но почему? Мита растолкала толпу, которая окружила троицу по центру и бережно положила руку на щеку Илайя. Узумаки заменила ей сестру, подругу и всех, кто был рядом с ней. На нее невозможно было смотреть без слез. Однако, всего на секунду ей показалось, что она чувствует ее сердцебиение. Мита прижала палец к ее шее и нащупала пульс. Она жива? Этот день никто и никогда не забудет. Он был наполнен радостными и печальными событиями. Та битва унесла жизни многих шинобей. Именно клан Узумаки пострадал численностью больше всего. Долгожданная ночь. Невозможно передать шок, который испытал Хаширама, увидев ландшафт вокруг еле спасенной деревни. Все было разрушено. Деревья, луга с другой стороны каньона были просто уничтожены. Что здесь вообще произошло? Синджу ускорился и, ворвавшись в деревню, резко остановился. В деревне все было как будто хорошо. Жизнь в Канохе бурно кипела, даже сильнее, чем раньше. Жители деревни приветливо здоровались и продолжали заниматься своими делами, как будто ничего вовсе не произошло. Хаширама уже сам собирался пройти к друзьям, но увидев, как к нему направляется брат, лицо которого, как всегда, было серьезно, остановился. Табирама. Радостно помахал рукой старший брат, однако на его лице было видно беспокойство. И чем ближе подходил Табирама, тем меньше Хаширама улыбался. Случилось что-то страшное. Он знал и чувствовал это. Тебе нужно это увидеть, без приветствия начал Табирама и под удивлением старшего брата, продолжил рассказ. Мадара молча смотрел на девушку, которая лежала на кровати в своей комнате. Он находился в этом доме впервые и был очень удивлен. Здесь практически ничего не было из вещей, книг, мебели. Учиха даже и подумать не мог, что у нее так пусто. Он встал и подошел ближе, продолжая наблюдать за спящей. Узумаки не открывала глаза уже два дня. Дыра, которая должна была остаться в груди от катаны, бесследно исчезла. Ни ран, ни царапин. Просто ничего. Он был рад, но очень озадачен. Да и слова той старухи никак не давали перестать думать об этом. Может быть ее дыхание это иллюзия. И на самом деле она умерла и больше никогда не проснется. Учиха бы еще долго размышлял, но в комнату зашел Хаширама. Его чакру Мадара почувствовал еще до того, как тот появился в городе, но не хотел выходить. Все равно все придется объяснять. Как она? Спарова спросил Синджу, но Учиха просто покачал головой. Я не знаю, ответил Мадара. Где-то внутри себя он все еще злился на то, что Хашираму не было в деревне, когда он был так нужен. Но в то же время, мужчина понимал, что тот ни в чем не виноват. Никто не знал, что все так обернется. Как это не знаешь? Синджу нахмурил брови и подошел ближе. Теперь он тоже смотрел на бледную подругу, которая не шевелилась. Если бы не она, то деревни бы уже не было, продолжила Мадара. Это единственное, что он знал, вспоминая, как она вовремя поставила барьер, когда демон упал на их деревню. Хашираму был очень зол. Он злился на Мадару, который ничего не сделал, на себя, ведь его не было, и на Илайю, за то, что она пожертвовала собой. И когда же теперь она очнется? Спросил он вслух у самого себя, но Учиха все же съязвил на его вопрос. Если очнется, замолчи. Хаширама недовольно стрельнул взглядом в его сторону. Она еще жива. Да это просто невероятно, что она вообще дышит. Повысил тон Мадара, крепко сжав кулаки. Прекрати быть таким пессимистом, Мадара. Еще громче выпалился Нджу, зло сверкнув глазами. Ты не видел всего, что здесь произошло. Мадара уже переходил на крик, чувствуя, что еще немного, и они схватятся за оружие. Где был ты, когда мы все могли здесь дохнуть? Хаширама уже собирался хорошенько ему вмазать, как в комнату зашла Мита. Вы оба, замолчите, ее холодный и высокомерный тон заставил их замолчать. Хаширама посмотрел на любимую и тут же остыл. Казалось, что Мита не спала все эти дни. Ее круги под глазами уже были фиолетовыми, а на в палых щеках не было здорового румянца. Не смейте кричать в доме у Зумуки. Несмотря на то, что она была женой Синджу, ее клан был ей слишком дорог, чтобы они здесь могли так себя вести. Мита прошла к мужчинам и крепко обняла мужа, которого не видела уже пару дней. Хаширама обнял ее в ответ, но из головы не выходили слова разъяренного Мадары. Он и сам знал, что неправ. Знал, что должен был быть здесь. Тогда почему? Прости, прошептал Хаширама, рукой поглаживая ее волосы. Она вздрогнула, тихо всхлипывая. Мадара, все еще гневаясь на всю эту ситуацию, направился к выходу. Хаширама, стороной обходя многолюдные улицы, направлялся в резиденцию старейшин, которая находилась в самом центре деревни. Прошел день с тех пор, как он вернулся, и то, что он слышал, вводило его в еще больший шок. Почему он иногда краем уха улавливал разговоры жителей о том, что Мадара ничего не сделал? Он вышел сухим из воды, оставив Озу Макина произвол судьбы. Самое ужасное было то, что его клан также об этом шептался, но Синджу очень быстро это прекратил. Хотя, может быть он просто хотел верить, что прекратил. Теперь они могли делать это за его спиной. Хаширама поприветствовали его старейшины всех трех кланов. Синджу даже покоробил от того, что они так хорошо спелись. «Заходи. Вы меня звали?» Спросил мужчина, усаживаясь на колени, чтобы быть со всеми на одном уровне. «Ты станешь Хакаги», — утвердительно, как будто отрезав дальнейшие вопросы, начал один из старейшин. «Да, Хаширама знал, что так и будет. Он все понимал. Но... А как же Мад?» «Нет, сразу же перебил его старейшина из... Учих. Ты лучший вариант!» Синджу обомлел. «Да что здесь вообще происходит? Почему Соклановец против своего же...» «Но я не... Это все...» — заключил старейшин, и они все будто ждали, когда он выйдет. Хаширама крепко сжал кулаки на коленях. «Но почему он им даже не может ничего сказать?» «Открыть рот и просто вставить свое слово». Но он не стал, потому что Синджу узнал, как где-то глубоко внутри он хотел ввести деревню за собой. Хотел привести ее к процветанию. Однако Хаширама боялся стать пешкой в руках старейшин, и еще больше он боялся потерять деревню. Хаширама позвал его Мадара, который неожиданно возник за спиной, когда Синджу уже вышел на улицу. Из-за своих переживаний он даже не почувствовал чье-то приближение. «Что-то случилось?» «Видимо на его лице прекрасно было написано, что он о чем-то беспокоится, но сейчас Хаширама побоялся ему рассказывать. Вчера они практически поссорились, и он не хотел этого повторить. Особенно сейчас, когда Лайя не проснулась. Синджу, как никто другой, понимал, как сильно она нравится Мадаре. Он видел, какие взгляды тот порой бросает на нее, ревнует к другим. Именно поэтому он не мог рассказать ему все сейчас. Смотрю, как идет подготовка к празднику, выкрутился из ситуации Хаширама, нервно посмеявшись и почесал затылок. В конце концов, все счастливы, что все закончилось хорошо. Учхо еле удержался спросить его о том, действительность ли все – хорошо. Что вообще здесь хорошего? Его внутреннее я просто сходила с ума от всего происходящего, а он так легко говорит о том, что все закончилось хорошо. Пока мужчины шли по центральной улице, Учхо не раз поймал на себе презрительные взгляды от жителей. Это его задело. С чего бы вдруг им так на него смотреть? Но Мадаре даже не знал, как сильно он потом пожалеет о том, что не догадался, что происходит за его спиной. Хаширама. Мадаре. Раздался радостный крик юноши из клана Учхо. Когда-то будучи мальчиком, он кричал на весь кланом о том, что Синджу сражаются с Узумаки, а что вторые проиграли. В тот день Учхо сжег поле трупов по просьбе подруги. О чем этот пацан хочет сообщить в этот раз? Как же здесь было темно. Кап. Если бы не она, то деревни бы уже не было. Этот мир был все таким же темным, как и тогда. Кап. Да это просто невероятно, что она вообще дышит. Только в этот раз Элайя совсем не видела света, за которым нужно было идти. Кап. С тех пор, как на ней появилась эта печать, она больше ничего не помнила. Кап. Кап. Пока Узумаки полностью находилась в какой-то, обволакивающей все ее тело жидкости, она размышляла о том, почему эта темнота просто не рассеется. Элайя, прошу тебя, очнись. Где-то здесь точно есть выход, но только где. Кап. 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 Мита крепко сжимала холодную руку подруги, которая до сих пор не очнулась. Девушка не могла даже посмотреть на ее лицо, потому что каждый раз она расстраивалась еще сильнее, чем в предыдущей. Сердце обливалось кровью от воспоминаний во время ее сражения. Но почему? Почему Мита такая беспомощная слабачка? Она же в конце концов из клана Узумаки. Но тогда почему ей до сих пор казалось, что в оружии нет никакой необходимости? Детские мечты девушки заканчивались на счастье своих любимых. И Элайя была одной из них. Элай, прошу тебя, очнись. По щеке Мита скатилась горячая соленая слеза и она тихо всхлипнула. Девушка вспомнила, как впервые увидела Элайю. Тогда она втайне наблюдала за тренировками детей, отданных на запечатывание и сначала не понимала, почему только они не подверглись таким жестким тренировкам. Но однажды ей рассказали, какой же у нее был шок, когда она столкнулась с Элайей, когда та убегала из дома в слезах далеко в лес в сторону реки. «Куда это она?» Спрашивала тогда Мита у Ильи Анны, но старшая сестра лишь пожимала плечами. Неужели ей неинтересно? Мита всегда считала их семейку достаточно странной, потому что глава их клана тогда совершенно не любил свою дочь. Элайей в детстве много плакала. И как-то раз девочки столкнулись у реки, которая была границей с другими кланами. Элайя тогда была в полном удивлении и явно не ожидала ее увидеть. Мита тогда показалась, что она когда-то ждала, а увидев ее, даже немного напряглась. Но после того, как вся семья Элайи была убита, Мита всем сердцем желала стать ей родным человеком. Она не знала, получилось у нее это или нет, однако... Воды. Где-то у отдаленной Элайи слышала голоса, но они словно не долетали до нее, оставаясь где-то на поверхности. Ее расслабленное тело медленно опускалось вниз, в самую бездну ее собственного мира, оставляя за собой кровавые следы. Точно. До девушки только сейчас дошла одна важная вещь – она умирает. Эта кровь вытекала из ее груди, которую она проткнула катаной, чтобы заключить соглашение с Богом смерти. Темный красный цвет. Она ненавидела этот цвет так же, как и свои длинные красные волосы. Каждый раз, видя свое отражение, Элайи в ужасе отходила от него. У Зумаки еще с детства научилась искусство маскировки и всегда меняла его на блондинстый. Выходя из дома, ее соклановцы косо смотрели и даже испытывали отвращение. Красный цвет волос был их гордостью, но девушка могла ассоциировать его только с кровавой дорогой, которая тянулась за ней полосами смерти от самого рождения. Мама, сестра, отец и все остальные. Крови было столько, что каждый раз, когда она видела себя с красными волосами, ее желудок выворачивала наизнанку. И сейчас, видя как ее красные волосы смешиваются с кровью, которая тянулась за нею следом, ей просто захотелось плакать. Помогите. Становилось все темнее. Казалось, что бездна ее полностью поглотила. Пожалуйста. Элая молила всех богов, которых только знала, в надежде спастись и вернуться домой. Вернуться к Мита, Хаширами и Мадаре. И в тот момент, когда она уже почти потеряла надежду, вода резко исчезла, и девушка плавно опустилась на землю по щеколотку, покрытую темной и густой красной жидкостью. Этот темный мир был бесконечным. Он тянулся далеко за пределы того мрака, которого она только могла видеть. И в нескольких метрах от нее в землю была воткнута катана. Ее оружие сияло золотым. Это был единственный источник света в этом непроглядном мраке. Но девушка смотрела не на катану. Ее интересовал только силуэт, который недолго стоял рядом, а потом с легкостью запрыгнул на рукоятку и, поймав идеальное равновесие, повернул голову в ее сторону. Элая нервно сглотнула. Кто это? Из-за полумрака ей не удавалось разглядеть лицо, но она четко понимала, что он смотрел ей в глаза. Его взъерошенные волосы жутко торчали в разные стороны. Жалкий человек, его голос эхон раздался в этом мире и казалось, что говорили сразу десять таких, как он. Элая молча наблюдала за ним, не смей сделать и шаг. Стало невозможно дышать, будто он передавил ей горло и не давал вздохнуть. Вместе с его голосом она почувствовала невероятную силу, которая сразу напомнила ей о демоне, которого девушка запечатала внутри себя. Как ты смог поставить печать в твоем-то состоянии? Несмотря на то, что он назвал ее жалкой, в его голосе не было никакой высокомерности. Ей даже показалось, что он говорит с интересом. Я спасала свою семью, Элая пыталась это сказать твердо, но ее голос дрогнул. В своем предыдущем обличии он не внушал такого ужаса, как сейчас. Ты врешь, прошептал он ей в ухо, и девушка с криком повернулась к нему лицом, споткнувшись и упав в воду. Когда он успел оказаться за ее спиной? Твоя семья мертва. Демон сделал шаг и приблизил к ней свое лицо. Сердце Узумаки ушло в пятки, она зажмурилась и перестала дышать, в надежде, что ее пожалеют и не будут трогать. Он дунул ей в лицо и потом громко рассмеялся, когда увидел, как Элая поморщилась. Давай заключим сделку, предложил демоны, когда девушка осмелилась открыть глаза, чтобы посмотреть, кто это вообще такой, тот начал ходить кругами вокруг нее. Я помогу тебя исцелить, продолжил он, ехидно усмехаясь. А ты, не смей ставить мне условия? Грозно прошептала Элая, не понимая, откуда у нее столько смелости. Узумаки все еще дрожало от испуга, но сейчас, когда она вспомнила о своей семье, новой семье, где-то в глубине ее души появилась отвага. Ты всего лишь демон, запертый внутри моего тела. Юноша, тело которого скрывало настоящую сущность монстра, азартно ухмыльнулся. По всей видимости ему нравилось происходящее. Элая совсем не знала, о чем он думает, но это ей было неинтересно. А раз ты здесь, у Зумаки начала уверенно вставать на ноги. В таком состоянии она была готова свернуть горы, а не только шею этому парню. То верни меня домой. Демон направился в сторону катаны и снова запрыгнул на ее рукоятку. Видимо стоять там ему понравилось. Девушка знала, что он все еще улыбается, но это была далеко не добрая улыбка. Ему было неприятно, что с ним с демоном созданным Кагой Асуцуки и одним из богов войны так легко справилась какая-то девчонка. Но сейчас ему это было на руку. С помощью ее тела он сможет легко уничтожить их клан и деревню, а после вернется в свой мир, ведь выполнит миссию, ради которой его призвали. «Что ты сейчас хочешь?» Спросил демон, повернувшись к ней спиной. Только Элая снова хотела ему нагрубить, сказав о том, что хочет вернуться в семью, как вдруг она почувствовала жажду. «Воды!» Прошептала девушка и образ юноши начал расплываться в кромешной темноте. «Да что происходит теперь?» Она попыталась сделать шаг, но в следующую секунду все потемнело, и жажда стала еще сильнее. «Воды!» Митта вздрогнула и медленно повернулась, услышав знакомый, но еле слышный голос. «Что?» Прошептала девушка, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Она почувствовала, как ее подруга совсем немного пошевелила пальцем той руки, за которую ее держала. Дыхание Элая изменилось и теперь она выходила из глубокого сна. «О боже мой!» Митта не могла подобрать правильных слов. Девушка резко поднялась, еще крепче сжимая ее руку. «Элая!» Громко воскликнул Митта и на ее крик прибежала какая-то тетушка из Узумки. Она удивленно вскинула брови и пропала в проходе, чтобы сообщить остальным. Элая немного пошевелила пальцами на правой руке, а потом медленно открыла глаза. Она слышала, как кричали ее имя, но перед глазами все расплывалось и ей никак не удавалось поймать фокус. «Воды!» Хрипло прошептала Узумки, закрывая глаза. Сил не было вообще. Ей казалось, что ее сосуд чакры был полностью опустошен. Через пять минут вся деревня знала о том, что Элая очнулась. Когда Мадара и Хаширана ворвались к ней в комнату, Синджу чуть не заплакал от счастья, видя, как Узумки с уставшей улыбкой смотрела на своих друзей. Мадара был безмерно счастлив. Он еле сдержался, чтобы не упасть на колени от облегчения, которого испытал в этот момент. Казалось, что с души свалилась целая гора камней, которая навалилась на него в последнее время. Учиха смотрел на живую Лайю. На живую! Мадара выскочил из ее дома и медленно побрел по улице, когда вокруг было столько шума и радостных выкриков. Вряд ли она сейчас хотела его видеть. Пусть рядом с ней будут те, кого она любит, а он уже увидел то, чего хотел. Элая жива? Теперь завтрашний рей-праздник будет действительно потрясающим. Он говорил о победе деревни и о том, что очнулась лидер Узумки. Жители деревни радостно переговаривались и, казалось, что работа закипела с новой силой. Но очень жаль, что Мадара все так же не замечал взглядов, которые были брошены в его сторону. В них читалось презрение, обида и непонимание. Но Учиха не видел, точнее, не хотел видеть, потому что в этот момент перед его глазами снова и снова всплывал образ любимой девушки. Это был потрясающий и самоподготовленный праздник, который проходил в деревне. Жители устроили ярмарку, угощая вкусностями всех желающих. Везде висели гербы различных кланов, которые за все это время присоединились к Союзу. Кунаичи красиво оделись и теперь выглядели как милые девушки, которые ничего не понимают в ниндюцу. Они сбивались в кучки и томно вздыхали, глядя на каких-нибудь видных парней, которые, в свое время, громко смеялись в компаниях, попивая саки и заглядывались на девушек, какими их до этого они не видели. Хаширама с удовольствием шагал по центральной улице, где проходила ярмарка, вместе с Митта, которая счастливо улыбалась. Все шло, как можно лучше и этот масштабный праздник был тому доказательством. Фонари, развешанные по конохе, невероятно наполняли праздничную атмосферу каким-то теплым, гармонично вливаясь в их деревенскую жизнь. Син-Джу даже отметил про себя, что теперь фонари так будут гореть по вечерам всегда. Молодая пара прошла к одному заведению, в котором они были впервые. Еще не успев отодвинуть ткань, отделяющую заведение от улицы, они услышали громкий смех Шина без разных уголков. Все были веселы, пьяны и довольны тем, что происходит. «Эй, Мадара!» Громко позвал Учиху Хаширама, помахав ему рукой. Сегодня они должны были праздновать вместе. Этот день был для них особенным, поэтому Син-Джу настаивал провести его вчетвером. Учиха, как всегда, был максимально серьезен и спокоен. Он не знал, придет ли Лайя, потому что она могла себя все еще плохо чувствовать и это его беспокоило, но он не мог показать этого Прихашираме, который уже садился за стол вместе со своей очаровательной женой. Хозяин – Намсаки. Громко обратился к одному из постояльцев заведения Син-Джу и громко рассмеялся. Давно ему не было так хорошо. Еще не ночь, а ты уже напиваешься, укорил его Учиха и немного усмехнулся. «Ой, да ладно тебе», – Мадара махнул рукой Хаширама, наливая им всем в сукадзуки, рюмки для Саки, прозрачную жидкость. «Сегодня можно расслабиться». Вот-вот, знакомый голос очень обрадовал эту компанию. Учиха медленно поднял взгляд от ее талии выше, словно боялся посмотреть ей в глаза. Элайя подошла совсем неслышно, но зато громко приземлилась на скамейку напротив Митты на единственное свободное место рядом с Мадарой. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» Митта бережно взяла ее руку в свою и посмотрела ей в глаза. «Отлично, даже несмотря на то, что выглядела девушка очень бледной и уставшей, она немного улыбалась. И эта улыбка была настоящей, а не вымоченной. Я хочу выпить». Нет, тут же возникла Митта, сжав руку подруги еще сильнее, но под ее тяжелый взгляд отпустила. Хаширома и Мадара молча наблюдали за этой сценой, даже не собираясь вставать на какую-либо сторону. Они все взрослые люди, поэтому пусть каждый решает за себя. К тому же они уже выпили по одной до прихода девушки и теперь им захотелось еще... Еще Саки. Поднял руку Синджу, чтобы хозяин его увидел. Через пару минут на их столе стояла бутылка с забродившим напитком. «За деревню!» Сказал тост Хаширома и они громко чокнули с керамическими стаканчиками. «За деревню!» Повторили остальные залпом, опустошили стаканы. «Ух, хорошо!» Бодренько заявил Хаширома, громко опустив рюмку на стол. «Не пей столько, милый!» Осторожно напомнила ему Митта. Видимо сегодня она отвечала за правильность, однако это ему не помогло. Очень скоро у него покраснели щеки, и он собирался буйствовать, поэтому его дорогая жена увела его прогуляться, чтобы проветрить голову, пока дело не дошло до драки. Мадар и Силайи какое-то время просто болтали о делах, которые их ждут в ближайшее время, о родных, о чем угодно, но только не касались последних событий. Все шло хорошо. Пусть так все и будет. Никто их вспоминать не хотел о том, что случилось после того, как они думали, что повергли демона. Но все же Илайя помнила, как он просто вышел из комнаты, ничего не сказав, когда девушка только очнулась. Для нее это был показатель. Мадара же думал, что Узумаки этого скорее всего не помнит, а если и помнит, то не сильно хочет связываться с ним теперь. Алкоголь через какое-то время дала себе знать Илайи и начала громко смеяться, полностью расслабившись. Она совершенно забылась и, на самом деле, уже давно не слушала того, о чем говорил Мадара. Перед глазами все плыло, а его слова были уже слишком далеко. Она просто смотрела в его глаза. Его ослепительные глаза и делала вид, что слушает, надеясь, что он ничего не спросит. Мадара тоже почувствовал, как Саки приходит в действие и немного расслабился. Стало гораздо легче разговаривать и не хотелось заканчивать беседу, ведь она может больше не повториться. С ней было приятно проводить время вот так. Интересно, почему он раньше этим не занимался? Почему за эти годы он ни разу не позвал ее просто прогуляться? Через какое-то время Мита с Хаширомой вернулись обратно. Но, видимо, просто для того, чтобы их позвать погулять, потому что Синджу уже успокоился и Блием не протрезвел. Прогуляемся. Предложила Мита, не заметив внезапной грусти, которая проскользнула у них двоих в глазах. Можно, тяжело вздохнула Элая, но ей уже очень сильно хотелось спать и, на самом деле, она уже не верила, что сама доплетется до района Узумуки. Она встала из-за стола, но алкоголь уже дала себе знать. Видимо, ей все-таки не следовало пить в таком состоянии. Голова закружилась так, что в следующую секунду Узумуки лежала на полу без сознания. В этом мире было все так же мрачно, но Элая совершенно не знала, что нужно сделать, чтобы этот полумрак исчез. Ей хотелось яркого света, тепла, сочной зеленой травы, но, увы, ее собственный мир уже давно охватила тьма, единственным источником света, которого была катана, воткнутая в землю. Узумуки просто стояла, не понимая, что ей нужно сделать, чтобы никогда сюда не возвращаться. Каждый раз, когда она засыпала, видела один и тот же сон. И сейчас все повторяется. Что нужно сделать, чтобы украсить этот мир? Чтобы эта мутная вода под ее ногами стала прозрачной и чистой? Что нужно сделать, чтобы все это помещение стало ярким и солнечным? Что? Элая, этот голос? Узумуки резко повернулась лицом к демону в виде очаровательного юноши. Она не раз его уже видела в своих снах и пока находилась в отключке несколько дней. Парень улыбался и тихонько посмеивался. Каждый раз, когда Узумуки его видела, демон был в отличном настроении, и его даже не смущало то, что он был заперт внутри нее. Что тебе нужно? Холодно спросила девушка, презрительно прищурившись. Она была очень недовольна, ведь демон ее пугал. От него исходил поразительный холод, из-за которого девушка порой не могла даже сдвигаться. Его мощь превосходила все, что Узумуки умело и даже слышала. Он был сильнее, чем она представляла себя в своих мечтах. А ха-ха, посмеялся демон. Он подошел ближе, протягивая ей свою руку. «Пойдем со мной», – казалось, что говорила одновременно больше десять таких, как он. Его голос был страшен и очень высокомерен. И тогда ты сможешь узнать, что бывает с теми, кто уже умер. Элая совершенно не знала, как поступить, поэтому сделала шаг назад, не собираясь протягивать руку в ответ. Эта перспектива ей совсем не казалась заманчивой. Но, несмотря на свою дерзость, Узумуки все равно его боялась. Когда она была так близко, ей казалось, что он в любую секунду мог на нее напасть, а в этом мире девушка была совсем безоружна и даже не чувствовала свою собственную чакру. Элая медленно покачала головой. «Нет. Зачем ему нужно показывать другую реальность? Что ему вообще от нее нужно? Ты всего лишь демон и я не буду с тобой разговаривать». Зло процедила девушка, сделав еще один шаг назад. После ее слов юноша очень сильно изменился в лице. Его взгляд как будто спрашивал ее о том, разве может демон быть таким красивым, как он? «Демон». Он громко рассмеялся, прогнув поясницу и запрокинув голову назад, словно она сказала какую-то шутку. Его жутко и многоголосье эхом отразились от тем, наводя еще больше ужаса на бедную девчонку. «Я Хатимон». Он подошел еще ближе и теперь его лицо было в 10 сантиметрах от ее. Дыхание девушки сбилось, а сердце ушло в пятки. Она снова испугалась. «Хатимон». Ей очень хотелось переспросить, но она была не в силах сделать даже шаг. В этот момент все начало расплываться. Элая поняла, что она просыпается, на слова юноши все равно услышала его слова ни капли ее не успокоили. Девушка в последний раз увидела его красивые, но пугающие глаза, которые прожигали ее насмехающимся взглядом. «Я один из богов войны», – прошептал он ей и все исчезло. «Мягко». Элая еле разлепила один глаз, но он тут же закрылся. Ей очень сильно хотелось спать. К тому же почему она вообще проснулась, если они еще так темно? Свежий ветер приятно дул в лицо и развивал выбившиеся из прически волосы. Элая еще раз открыла глаза и тяжело вздохнула. Постепенно до нее дошло, что ее несут на спине, обхватив ноги, чтобы было легче, а она еле держалась руками за чьи-то широкие плечи. По мере приближения к району клана Узумаки, становилось все тише. Пьяные крики в центре утихали и теперь были слышны только шаги. Кто мог ее нести? Алкоголь еще не выветрился и было достаточно сложно адекватно воспринимать сложившуюся ситуацию, поэтому она просто начала размышлять. Со спины силуэт был прям как у Хаширомы. Хотя, у Мадары точно так же, разве нет? Это точно Хаширома, у него волосы длинные. Но у Мадары же та же длина? Нет-нет, это точно Хаширома. Мадара бы ни за что не согласился нести ее на спине еще и в другой район. А вот Мита бы сто пудов попросила бы Хаширому помочь. К тому же он уже тогда отрезвел и мог вполне вести себя адекватно. Придя к такому выводу, Узумаки думала о том, как она вообще докатилась до того, чтобы уснуть из-за усталости и неохватки сил. Но даже сейчас девушка чувствовала себя совершенно уставшей и обессиленной. Хаширома. Элая тяжело вздохнула. Где-то внутри ей было очень больно осознавать некоторые моменты, поэтому захотелось поделиться с другом и даже получить наставление. Ведь он всегда ей помогал и сейчас его совет был нужен, как никогда. Почему Мадара меня не любит? Когда Элая упала, Мадара очень быстро ее подхватил и сказал, что унесет домой. Он не был обеспокоен ее состоянием, но сейчас не хотел выслушивать возмущение Мита, которое точно бы обвинило его в том, что он ее споил. Медленно бредя по улице, он с грустью вспомнил сегодняшний вечер. Такое вряд ли повторится, когда-нибудь еще. Завтра Элая снова сделает вид, что ничего не произошло и будет вести себя, как всегда. Этот факт каждый раз расстраивал Лучиху. Мадара начал идти еще медленнее, когда почувствовал, как просыпается его подруга, немного пошевелившись за спиной. Молчание между ними означало для него слишком много и он не знал, о чем она думает в этот момент. Может быть ей хочется начать разговор, но она не может, потому что чувствует рядом с ним себя некомфортно. Или Элая просто не хочет разговаривать. Молчание между ними стало для него настолько невыносимым, что он уже собирался начать разговор, как вдруг Элая заговорила первой. Хаширама. Она что искала Синджу? Серьезно что ли? Это было первое, о чем Мадара успел подумать, и он уже собирался рассердиться, но догадался, что это было обращение. Узумаки думала, что ее несет Хаширама. И это расстроило его еще больше, поэтому он решил не останавливаться и вообще молчать. Неужели ей все это время нравился Синджу? Почему Мадара меня не любит? Нет, Учиха много о чем догадывался в этой жизни, но мало того, что такого вопроса он точно не ожидал, так еще и эти слова словно вырвали из него душу. В этот момент Учиха был в таком замешательстве, что даже не смог ничего сказать. Я совсем ничего не понимаю, голос девушки дрогнул и она, кажется, заплакала. Учиха чувствовал, как начинает дрожать ее тело, но не остановился. В конце концов, может быть она просто пьяна до сих пор и завтра уже не вспомнит свои слова. Он никогда не обращал на меня внимания, ее слова словно когти вонзались в его сердце, но Мадара молчал. Да, она просто пьяна и завтра точно этого не вспомнит. Скорее всего сейчас это просто порыв и на самом деле Узумаки ничего к нему не чувствуют. Я ведь так хотела, чтобы он хотя бы раз посмотрел на меня по-другому, чтобы понял. Элая сделала паузу, но потом продолжила, сказав это так нежно, что Учихи стала еще больнее. Я ведь совсем не монстр, а девушка. Мадара никогда не считал ее монстром. Никогда. Но тогда почему она думает о таких странных вещах? Они ведь... друзья. Что? Что я должна сделать, чтобы он хоть раз улыбнулся, посмотрев на меня? Ее голос снова дрогнул и она еще крепче обняла Мадару со спины, словно ища поддержки. На меня. Учиха прошел к ее дому и зашел вовнутрь. В комнате было темно и единственным источником света была луна, которая просачивалась через окно, освещая угол комнаты и часть кровати. Мадара аккуратно снял ее со спины и поставил на пол. Только он почувствовал, что Элая смогла устоять на ногах, сразу ее отпустил и уже развернулся к выходу, чтобы уйти. Хаширама, ответь мне. Учиха знал, что она плачет. Знал, но... Пожалуйста. В этот момент с него словно спали кандалы, которые так долго сдерживали его эмоции и чувства. Он резко повернулся в ней лицом. Ты правда думаешь, что я Хаширама? Вызывающе спросил Мадара, сделав несколько угрожающих шагов в ее сторону, из-за которых Элая в испуге отошла назад. Учиха специально вышел на лунный свет. Пусть Элая знает, кому она об этом сказала и даже если теперь они не будут разговаривать. Пусть она увидит его лицо в этом свете. Мадара с испугом прошептала изумки и сделала еще один шаг назад, уперевшись в стену. Что же она наделала? Почему сразу не догадалась, что это был именно он? В эту секунду девушка будто отрезвела. Перед ней правда стояла Учиха, в глазах которого пугающе светился шарингом. Она вжалась в стену, молча наблюдая, как он подходит все ближе и ближе. Напряжение в воздухе никак не исчезало, наоборот, с каждой секундой оно становилось все больше и больше. Никто из них не знал, о чем думает другой, но как же они об этом мечтали. Мадара остановился прямо перед Элайей. Он смотрел в ее глаза, в ее ослепительно-фиолковые глаза, а потом медленно перевел взгляд на ее манящие губы. В этот момент Учиха был как никогда спокоен. Он коснулся пальцами ее подбородка и аккуратно приподнял его выше. Сердце Элайей забилось с огромной скоростью. Девушка замерла, не в силах бороться со своими желаниями. А вдруг это взаимно? Вдруг у них все получится? Их молчание значило гораздо больше, чем слово. В этот момент не нужно было ничего говорить. Все и так было понятно. Мадара очень нежно прильнул к ее губам и Элайя ответила на его поцелуй. Она руками обвела его шею, а потом запустила пальцы в его волосы. Как же она этого ждала, как хотела. Но с каждой секундой эта нежность все больше переходила в страсть. Не отрываясь друг от друга, Элайя почувствовала, как он медленными шагами уверенно ведет ее в сторону Футона. Но сейчас она была не против, прекрасно осознавая, что обратной дороги нет. Друзьями они больше не останутся. Мадара повалил девушку, не отрываясь от ее губ. Он совсем не хотел ее отпускать, даже на секунду, боясь, что этого времени хватит на то, чтобы она передумала. Учиха становился все настойчивее, и, когда на Элайю напало стеснение, он перехватил ее руки, придавив к Футону, и остановился. Наконец-то он оторвался от ее губ и посмотрел на нее с этого ракурса. Однажды, Мадара уже повалил ее на землю несколько лет назад, но в тот день, она смотрела на него по-другому, потому что верила, что это он убил Лианну. А сейчас, сколько же любви и тепла было в этом взгляде. Мадара улыбнулся, чувствуя себя в этот момент максимально счастливым. Он был готов свернуть горы, перевернуть каньоны все то, на что способны герои. Как же Элайя была красива, а главное то, что она была его. Его. Учиха освободил ее руку и протянул свою к ее одежде, медленно развязывая пояс. Элайя тихо смотрела просто ему в глаза, не открывая взгляда, но он чувствовал, как она сжалась от напряжения. Было видно, что девушка боится, но старается этого не показывать. Мадара просто держал себя в руках, чтобы не разорвать вещи прямо на ней, поэтому простыми движениями стянул вверх. Нет. Все. В этот момент Элайя начала сопротивляться, захотев вырваться. Да, ей было приятно, но природное смущение было выше. Однако Мадара не был бы из кланучих, если бы так просто сдался. Он снова поймал ее руки и крепко сжал. Ты мне веришь? Тихо спросил он после того, как она перестала вертеться и в комнате повисла тишина. Элайя долго не открывала глаза, отвернув голову в другую сторону. Она боялась даже посмотреть на него, потому что ей было очень стыдно. В клане учиха были девушки с потрясающей фигурой и она, по сравнению с ними, не была такой красивой. Эти мысли не давали ей покоя. Сколько вздыхающих взглядов были направлены в его сторону, когда он шел по улице мимо девушек. Такой молодой, красивый, сильный, еще и лидер. Конечно, у него за спиной столько опыта, а вот у Зумаки было совсем нечем похвастаться. «Верю», — шепотом ответила она, но уже чувствовала, как к глазам поступают слезы. «Если ты скажешь, что не хочешь, я отступлю», — Мадара молча и ждал ее ответа, внутри себя в надежде на то, что она не уйдет. «Но пожалуйста, если Бог существует, то сейчас самое время это доказать. Пожалуйста. Хочу». Элай через силу открыла глаза и в этот момент Мадара утянул ее еще одним поцелуем. Больше не нужно было слов. Чувства затянули их в омут страсти с головой. Эта потрясающая и такая долгожданная ночь расставила все на свои места. Но это не конец. Ведь я, автор, еще не рассказала вам, мои дорогие читатели, что же будет потом. Очень скоро наступит кульминация всего рассказа «Эпоха богов». Сила, он всего лишь поиграл с тобой. Этот голос. «Ну почему она опять здесь?» «Ты по-прежнему жалкий человек». Узумаки не понимала, почему она снова и снова возвращается в это место. «Что это?» «Свиток или место демона, который внутри нее?» «Я понимаю, что тебе здесь скучно, и ты хочешь поговорить». Элай старалась не слушать то, о чем он говорил, но слова все равно задели ее. Хатиман говорил о том, чего она боялась где-то глубоко внутри. «Но, пожалуйста, я не хочу сюда приходить так часто». «Никто из них не ждал твоего возвращения», продолжал юноша, немного качнув головой. «Теперь тебя будут бояться еще больше, чем раньше, и ты вернешься сюда за силой». «Не говори это», — отрезала девушка. «Ты ничего не знаешь. Я все вижу, с каждой секундой он как будто все больше разочаровывался в ней. Вижу твоими глазами. Ты не сможешь скрыть от меня ничего». «Это что получается?» Сегодня ночью он знатно посмеялся. Элай даже покраснел от смущения, осознав этот момент. «Ой-ой-ой! Ты не сможешь вечно держать меня здесь», — продолжал Хатиман. Его глаза недобро засверкали. «Несмотря на то, что ты человек, ты сильна, но это он руками показал на место, где они находятся, чтобы Узумаки просто поняла, о чем он говорит. Тебе не поможет. Я не могу тебя выпустить, потому что ты снова можешь разрушить нашу деревню и всех убить. Ваш мир такой скучный», — наигранно вздохнул демон. «Скоро мне надоест твоя чакра и я просто тебя поглощу». «Надоест?» «Получается, сейчас он просто пытался узнать для себя что-то новое, поэтому просто сидит здесь?» «У тебя ничего не выйдет», — холодно ответил Элай, но вряд ли он уже что-то услышал, потому что в этот момент все поглотила тьма. Месяц спустя все хорошо. Уже прошел месяц с тех пор, как Хатиман напал на деревню и чуть не разрушил ее. Изуродованный ландшафт был исправлен шинобе земли, а новый потрясающий зеленый лес был выращен хаширомой всего за пару минут. Теперь все было восстановлено, поэтому Элай снова могла уходить тренироваться вдали от деревни. Но, приходя сюда каждый день рано утром или поздно вечером, она не видела никакого прогресса. Девушка совсем перестала контролировать свиток и вместо катан мог появиться куны или свечение, даже не доходило до стадии оружия. Каждый день Узумаки видела печать на своем животе и думала о том, что именно из-за нее теперь она не могла настроиться заново. Все хорошо. Каждый раз девушка успокаивала себя именно этими словами, но месяц спустя они вызывали на ее глазах только слезы. Все. Однако, это было еще полбеды. Теперь Элай еще не могла контролировать свои эмоции. Любое слово могло ее взбесить так, что внутри все закипало огнем, при том, что раньше на это она могла даже не обратить внимания, а сейчас. Да вы же. Злилась девушка, вытягивая руку в сторону, пытаясь схватить в руки оружие, но, вместо этого, небольшой взрыв ее чакры отбросил Узумаки в дерево. Но почему? За столько времени ничего не поменялось. Это раздражало и в то же время убивало больше всего. Элай лежала на траве и смотрела с кослеству в небо. Этот мир настолько огромен, а она сидит на одном месте и даже не может выполнить хоть одну технику. Какой же после этого она главнокомандующий? Хатиман все это время бездельничает и просто сидит внутри, даже не сопротивляясь. С одной стороны, это напрягало, но с другой, Узумаки уже настолько устала бороться всегда внутри себя с чем-то, что это стало какой-то зародившейся надеждой в ее сердце. Выходи, Мадара. Несмотря на то, что Учиха подавил чакру, девушка все равно почувствовала, как он за ней наблюдает. Наблюдая за тем, какой она стала беспомощности. И на самом деле ее пугало то, что он мог очень быстро ее разлюбить, потому что она уже не была такой сильной, как раньше. Я пришел тренироваться, вышел он из-за дерева и немного улыбнулся, увидев, как Илайя звездочка лежала на траве и смотрела на него. «Смотрю, ты совсем бездельницей становишься». Мадара немного усмехнулся и сел рядом с девушкой, смотря только на нее. Ему нравился каждый изгиб ее тела, каждое движение и в какой-то момент он уже сам понимал, что давно перестал видеть все, что происходит под его носом. И минусы, и плюсы слились в единое целое. Была только она. Но каждое его слово задевало Илай все больше и больше. Чувство отчаяния внутри нее разгорало с новой силой, а боль внутри превращалась в темную дыру. Но самое главное было то, что эту пустоту заполняли чувства, которые раньше сидели в самом дальнем потаенном уголке ее мира. Бездельница. Неужели она делает недостаточно для того, чтобы вспомнить, как пользоваться чакрой? Разве этого слишком мало, чтобы снова вызывать оружие? Отстань, Мадара. Махнула рукой девушка и перевернулась на другую сторону, чтобы он не видел ее расстроенного лица. «Тебя это не каз. А вот и касается». Посмеялся Учиха и лег рядом, крепко обнив ее за талию. Его горячее дыхание обожгло ей шею, отчего у нее сразу пробежали мурашки по коже. А мужчина, заметив эту реакцию, еще шире улыбнулся. «Ты не одна». Мадара хотел напомнить, что он всегда ей поможет, но чувствовал, что мост между ними все больше разгорался, а его корабли, которые двигались к ее берегу, тронули. Элай упорно сжигала все дотла, не собираясь давать обратную связь. Но ночью, Узумыки из грозной воительницы превращалась в хрупкую девчонку, которой хотелось чувствовать себя нужной. И Мадара это прекрасно понимал. Он тебя совсем не понимает, этот голос. Неужели опять? Замолчи. Все они ни во что тебя не ставят. Нет. 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 И это всего лишь человек, который видит в тебе лишь пешку, которой можно управлять. Заткнись! Закричала на демона внутри себя Элайя, от бессилия ударив кулаком по земле. Ее чакра вырвалась с плотной волной воздуха, с огромной силой оттолкнув от себя все подвижные предметы и удивленного учиху. Элайя не сразу поняла, что она сделала это в реальной жизни. Из-за того, что девушка теперь постоянно слышала его голос, границы реальности начали стираться. Мадара стоял в полу боевой стойки, не понимая, что ждать ему дальше. Она на него наорала и силой оттолкнула от себя подальше. Злость постепенно охватывала его тело. Да как она вообще посмела? Что он ей сделал, чтобы эта девчонка так себе ела? Элайя, сев на колени, посмотрела на свои ладони. Ее руки тряслись от боли, горяя непонимание. Печать на животе горела огнем, принося ей сильную боль. Узумаки не видела, что происходит вокруг, потому что слезы застилали глаза. Как же было больно! Никто тебе не поможет, жалкий человек, в следующую секунду ее дикий и протяжный крик эхом разнесся по каньону, распугивая птицы до ужаса напугав, не только Мадару, но и жителям деревни. Учиха чуть не оглох от оглушительного визга. В этот момент он понял, что не его она заткнула. Элайя с кем-то разговаривает. Может именно поэтому она последнее время очень часто отвлекается от разговоров и летает будто в своих мыслях. Учиха прошел к девушке и крепко ее обнял, пока она держалась за голову и продолжала кричать. Сколько же боли ей пришлось терпеть всю жизнь. Но почему именно она? Если бы Мадара мог, то он забрал бы всю боль себе, чтобы Элайе было здорово. Я прошу тебя, мужчина погладил ее по волосам и прижал еще крепче. Хватит. В эту секунду он вспомнил, как ее полумертвая сестра лежала у него на руках в тот роковой день. Она и так много натерпелась. Говорила про нее Эллиана и как же она была права. Мадара знал Элайю с детства, но он и представить не мог, что же действительно она прошла. Все хорошо, успокаивал он ее и только после этих слов девушка замолчала. Голос в голове тоже стих, перестав сводить ее с ума. Но так больше продолжаться не могло. Учиха прекрасно об этом знал. Он совсем не понимал, что ему делать и почему это все происходит. Почему бы не создать академию, где мы будем учить детей ниндюцу? На одном из собраний поднял тему Табирама. Иногда ему казалось, что остальные вокруг как будто не замечали, что дети больше воспитываются на улице, чем их обучают родители. Количество детских и серьезных драк возросло. Табираме это совсем не нравилось. Он хотел, чтобы каждому ребенку выделяли время для тренировок, и они развивались одинаково. Поддерживаю. Сразу одобрил его предложение Хашираму и ободряюще улыбнулся своему брату. Раньше нас воспитывали родители, и каждый из нас развивался быстрее, чем та система, которую ты предлагаешь. Мадара был явно недоволен этой идеей. Ему вообще никогда не нравились идеи Табирамы. Он до сих пор не мог простить того, что именно младший брат Хаширама убил его брата. Учиха не мог в нем видеть никого, кроме убийцы. Ты слишком старым один, Мадара махнул рукой Хаширама, немного ему подмигнул. Он был явно сегодня в отличном настроении. Когда деревни еще не было, их воспитывали родители, но это все потому, что это было единственное занятие. После тренировок они все зачастую уходили на войну с каким-нибудь кланом. А сейчас деревни принимают много заказов и родители Шинаби все чаще оставляют своих детей без присмотра, поэтому групповое обучение было очень даже кстати. Мне не нравится эта идея, все так же неодобрительно смотрел на них Учиха. Они вырастут неразумными и не смогут сделать и шаг без учителя. И что ты предлагаешь? Наехал на него Табирама, зло смотря прямо в глаза. Бросить их, чтобы они учились сами. Старейшины, которые до сих пор молчали, бурно начали обсуждать предложения Табирамы, даже не дав до конца сказать Мадаре. Учиха напряженно вглядывался в каждого из них и понимал, что они иногда смотрят на него так, как будто он забитый зверек, на которого жалко даже взглянуть. С чего вообще вдруг многие так начали смотреть? Он все чаще ловил на себе острые взгляды и ему казалось, что в своем клане он теряет авторитет. Соклановцы слушаются его из-за страха, ведь Мадара намного сильнее. Но, если раньше это было уважение и вера в своего предводителя, сейчас он чувствует в свою сторону только презрительность и жалость. Хаширама, тебе не кажется, как будто жители на меня косо смотрят? Спросил один раз Учиха, заметив, как его откровенно разглядывают жители деревни, сидящие в одной закусочной. «Чего?» Громко переспросил Синджу и начал оглядываться. Выглядело это так, как будто девушка призналась в том, кто ей нравится, а ее подруга начала смотреть именно на того, про кого они говорили. Мадара закатил глаза, когда Хаширама типа тайно осмотрел всех, когда они уже все поняли и опустили головы в тарелки. «Да нет, вроде никто не смотрит». «Ты чего, друг?» «Уже ничего». Неужели он чувствовал и видел это только один? Когда они шли вместе с Илайей или Хаширамой, с ними всегда здоровались и желали чего-нибудь хорошего, но почему-то, когда он передвигался один, эта отчужденность и напряжение все больше возрастало. Все дошло до того, что он совершенно не хотел возвращаться домой на территорию своего клана. Поэтому старался задержаться в резиденции правителей. Хотел проводить больше времени с Илайей, но с каждой неделью он видел, как девушка сходит с ума. Ему было больно видеть, как она просыпается каждую ночь, а потом чуть ли не плачет в подушку. Как каждый день она тренируется и забывает про правление, не ходит на собрание. И просто избегает превозможности всех, кого видит. Печать на ее животе, как и запечатанной внутри, приносили ей только боль. Во сне она шептала про силу, но сама ведьма этого не осознавала. Все вокруг Мадары и все, когда он любил, все это. Оно так глупо исчезало на глазах, и он ничего не мог с этим поделать. Казалось, что все, что у него есть превращается в воду, которая бежит у него сквозь пальцы, и он совершенно не мог ее остановить. Хаширама, в свою очередь, несмотря на то, что вел себя так, словно ничего не происходит, чувствовал и видел все. Его друзья были морально избиты до предела, а напряжение в деревне росло с каждым днем. Синджу хотел сделать что-то с тем, что клан Учиха больше не уважает Мадару, но он не знал предпосылки. Как такого величественного ниндзя, которого они сами прозвали богом Шинаби, можно так ненавидеть? Мадару не сделал ничего плохого, что могло разозлить их. А признанный теперь даже своим кланом Илайе, практически не выходил в свет, громко рыдая в роще за деревней. Что вообще происходит со всеми вокруг? Табирама невероятно взъелся ночью, а старейшины объявили, что Хакаги станет только Хаширама. Казалось, что все пошло не по плану. Не так они предоставляли себе мир и союз, который создали вместе. Это непонимание дошло до того, что Хаширама просто не знал, как себя вести и как всех их поддержать. Синджу был уверен только в одном, тяжелые времена рождают сильных людей, и сильные люди создают хорошее время, хорошее время порождает слабых людей, слабые люди создают плохие времена. И самое главное, ему казалось, что это хорошее время, которое они создали, породило злых и слабых шиноби. Если так подумать, какие дети вырастут, живя в мире и не зная жестокого мира? Одних рассказов родителей не хватит, чтобы понять, что деревня строилась на крови. Но ведь можно создать систему, где лет в 10-12 их уже можно будет высылать на более легкие задания. И тогда они будут постепенно развиваться. Табирама прав, уже другое время, и пора создавать что-то новое. Но ведь Амадара тоже прав, говоря о том, что они были сильные, потому что воспитывались в жестких условиях. Как ты думаешь, Элайе, что будет, если войны сойдут на нет и все будут дружны? Хаширама, каждый день пытался хоть как-то поговорить с Узумаки, которая теперь практически нигде не появлялась. И сейчас, сидя на деревянном полу перед открытой дверью ее дома, он хотел с ней просто поговорить. Тяжело было принимать решение самому, ведь он еще не готов к этому. Все видели в нем Хакаги и единственного, кто сможет повести за собой деревню, но он сомневался. Ему не хватает харизмы и спокойствия. Это все было у его друзей, но он был вспыльчив, поэтому мог принимать безрассудные решения. Тогда, все будут счастливы, однажды, это счастье захотят разрушить, Элайе лежала звездочкой рядом с ним и мысленно представила, как все будет хорошо. Просто хорошо. Когда нет боли, когда все даже не будут знать слово, отчаяние, безысходность. Когда они будут мечтать. Узумаки уже давно не понимала, о чем она действительно мечтает. С тех пор, как они построили деревню, она все равно не чувствовала себя счастливой. Может только временами, когда с ней рядом был Мадара, но сейчас ей не хотелось ничего. Все постепенно меняло смысл. Точнее не просто меняло, а становилось бессмысленным. Хаширама, я прошу тебя. Демон внутри больше ее не слушал, светок ей больше не принадлежал. Она прекрасно понимала, насколько сейчас опасно и не может контролировать все то, что внутри нее. Если я сделаю что-то плохое, запечатай меня в храме снега. Ты что такое несешь? От этих слов Хаширама растерялся и просто находился еще какое-то время в шоке. Храм снега находится на земле самураев. Девушка повернула свое лицо к Синджу и улыбнулась в меру своих сил. Там меня никто не будет искать. Элайя. Обещай. Несмотря на то, что голос звучал властно и холодно, в ее глазах было все то же самое тепло, что и в детстве. Я не... Обещай, Хаширама. Воскликнула девушка и на ее глазах появились слезы. Я больше не могу контролировать эту силу. Она приподняла верхнюю одежду, оголяя живот, где виделась печать. Я теперь вообще ничего не могу, понимаешь? Синджу медленно закрыл глаза и постарался успокоиться, но и на его глазах тоже появлялись слезы. Я просто боюсь разрушить то, о чем мы мечтали долгое время. Я люблю Канаху, тебя и... Ее голос дрогнуло и из глаз полились горячие слезы. Имадару. Но он не должен знать, о чем она сейчас говорит, потому что Учиху остановит ее и попытается вернуть. Хватит. Обещай. Ее взгляду Хаширама даже не мог противостоять. Вот она великая Кунаичи и бог Шинаби. Вот они его великолепные друзья. Какой же он Хакаги? Обещаю, но этого не случится, Элайя слабо ему улыбнулась и продолжила лежать на деревянном полу в прихожей. Но это случится. Она чувствовала и понимала это так, как будто видела свое будущее насквозь. Ближе к вечеру Мадара зашел в район Узумаки, чтобы забрать Элайю на тренировку, но не ожидал увидеть ее сидящую у окна рядом с незнакомым ему домом. Эй, помахал он ей рукой, но в ответ она лишь выпучила на него глаза, а пальцем у губ показала вести себя тихо. Он резко присел и тайком пробрался к ней под окно, присев рядом. Что случилось? Узумаки не ответила. Она лишь продолжила сидеть и слушать стариковские голоса, доносящиеся из открытых окон. В этом больше не смысла. Это была первая фраза, которую услышала Чеха, внимательно прислушавшись. О чем это они таком разговаривают? Когда-то отец защищил ее, потому что она была секретным оружием Канохи, но теперь ее существование опасно. Опасно? Мужчина краем глаза увидел, что сейчас настроение девушки было чернее тучи. Ну конечно, разговор-то идет про нее. Неужели у этих противных старейшим нет других дел? Не нужно делать поспешных выводов, мягко ответил ему чей-то голос. Если честно, Учиха так и не запомнил имена всех стариков из кланов. Их было слишком много. Она член нашего клана и дочь бывшего главы. Она невероятно опасна. Послышались громкие возгласы, но их быстро утихомирили. В ней запечатано какое-то чудовище. Ну что жалкая девчонка? Услышала правду. Да она сама была всегда не лучше. Ты всего лишь чудовище. Для своих же родных. Элаи с ужасом слушал голоса внутри себя и на собрании старейшин, упорно отрицая все, что ей сейчас шептал Учиха. Он пытался ей сказать, что все хорошо и это неправда. Но эти голоса. Такая не жалкая. Пора бы ее выгнать из деревни. Чудовище. Чудовище. Не имеет никакой силы. Беспомощная. Какая из нее теперь защитница деревни? Слабая. Эти слова впервые ее задели так сильно, что в этот момент ей захотелось умереть. Сдохнуть скорее прямо здесь, чтобы все остались довольны. Элаи, они просто завидуют. Учиха крепко сжал ее руку, боясь потерять. Он предчувствовал что-то плохое. Но его слова расплывались у нее в ушах. Под тихий смех Хатимана и громкий возглас из старейшин, она встала на ватные ноги и сделала несколько шагов, чтобы уйти прочь. Прочь навсегда. Пусть этот день сотрется у всех из памяти, и она сможет просто уйти, чтобы всем было хорошо. Я могу дать тебе силу. Мадара вскочил с места. В какой момент стало все так плохо? Он хотел убить этих стариков, которые всегда так взмывались над ней. Но хуже всего было то, что перед ним больше не стояла прекрасная Кунаичи, которая всегда восхищала его. Теперь там была та самая девушка, о которой он когда-то говорил Хаширами. Я должен ее любить. Она должна быть гораздо слабее меня, чтобы не выпендриваться своей силой и не заплетать волосы в дурацкие косички. Теперь все соответствовало его желаниям. Он ее любит. Она больше не владеет силой и перестала следить за своими волосами. Но разве такую девушку он правда хотел видеть перед собой? Элайя. Девушка медленно шла вперед, слушая только демона внутри себя. Хатиман был прав. Если бы она была сильна, если бы она действительно была бы сильной, то никогда бы не сдалась. Узумаки бы продолжала быть свободной. Была бы только сила. Элайя. Стой. Дай мне силу, Хатиман. Мадара чувствовал, как от нее исходит неприятная темная чакра. Ее кулаки были крепко сжаты и он отметил про себя, что на самом деле боится к ней подходить. Демон внутри ликовал. Девчонка была в отчаянии, но он лишь громко рассмеялся ей в ответ. Еще не время. Она не получит свою силу, до тех пор, пока он не сломает ее душу окончательно. Ночью Элайя так и не смогла замкнуть глаз. Она думала о побеге из деревни и о том, как всем будет хорошо, если она исчезнет. Просто возьмет и тихо скроется навсегда. Ведь на самом деле никто и не вспомнит об ее существовании. О ней никогда не напишут в истории, потому что на нее наложены две запретные печати. Никто не должен об этом знать. Эта идея ей показалась самой лучшей, потому что здесь девушка больше не сможет развиваться и вернуть свою силу. Элайя быстро собрала все необходимое, положив в дорожную сумку. Напоследок девушка, оглянув свою маленькую и практически пустую комнату, мысленно попрощалась и направилась к выходу из деревни со стороны клана Узумуки. Практически у выхода она остановилась. На секунду ей показалось, что в деревне необычайно тихо. Даже ветра нет, что было достаточно странно. Это ведь каньон в конце концов. Здесь точно должен быть сквозняк. Узумуки остановила свой взгляд на деревьях слева за деревней и долго присматривалась. Да что же это такое? Наверное, всего лишь ее воображение. Девушка успокаивающе помотала головой и начала уходить. Но как же она ошибалась? Внезапно раздался дикий визг прямо из деревни, а потом вспыхнуло яркое пламя, которое мгновенно охватило весь район ее клана. Думаю, стоит ждать нападения со стороны новой деревни, Хаширама, прогуливаясь ночью по деревне вместе с Мадарой, дошли до самого ее конца и решили выйти в лес, чтобы немного отдохнуть. Деревни, скрытые в тумане, задумчиво произнес Сучха, присаживаясь на траву, когда они дошли до поляны, где они проводили тренировки. Как ты думаешь, что им от нас нужно? Очень странно было разговаривать так непринужденно со своим другом, который вот-вот станет Хакаги. Тот все еще был достаточно беззаботен и, кажется, не особо воспринимал это серьезно. Тобирама и то больше походил на правителя. Ресурсы, власть, территории. Все это лишь начало, Учха тяжело выдохнул. Все как-то совсем не ладилось. Ни с деревней, ни с Илари и ни с кланом. Видимо из них да ужасы жадные правители. Просто я не понимаю, к чему эти войны в мирное время. Оно мирное только у нас, пусть Мадара и сказал это, но подумал он совершенно другом. Ему хотелось бы создать идеальный мир, в котором все бы были счастливы. Только как же это сделать? Мир, где Элай не будет страдать. Место, где не будет резни между кланами и все будут едины. Внезапно, Хаширама вскочил на ноги и застыл, внимательно прислушиваясь. Мадара резко напрягся рукой и потянулся к Атане. Что это? Еще секунды и оба мужчины разуме понеслись в деревню. На них напали. Элай с ужасом бежал обратно и резко остановилась, чтобы выполнить хоть одну технику. Она сосредоточилась, чтобы вызвать воду из-под земли и накрыть весь район водой, но ничего не получалось. Жалкие струйки медленно вытекли из трещин в земле, но больше ничего. Да что за черт? Где же ее сила? Ее соклановцы начали выбегать из домов, чтобы спастись, шины бессовместно тушили пламя водными техниками, но этого было мало. В этом хаосе можно было то и дело услышать громкие вскрики взрослых и детей. Ситуация только ухудшалась. Цель была не просто сжечь деревню, но и ее жителей. Шиноби сражались с внезапно возникшими ниндзя, лица которых были скрыты под масками. Но они проигрывали, потому что были взяты врасплох. Элай схватила ближайшее оружие упавшего соклановца и ловко начала нападать и отбивать каждого, кого видела. Один за другим они ложились от ее руки, но этого было недостаточно. Дальние атаки быстро сбили девушку с ног и повалили на землю. Несколько ниндзя грубо схватили ее руки, уводясь за спину и до боли запрокинули ее голову, оттянув волосы. Вот и лидер Узумаки, прошептал один из них, и они тихо рассмеялись. «Девчонку нужно доставить живой», сказал один из них, высокомерно посмотрев на нее сверху вниз. Элайя бешено сопротивлялась. «Остальных убить». Узумаки чувствовала себя ничтожеством. Когда-то она была полна чакры и могла уничтожить всех, кто был против ее семьи. А теперь девушка не в силах сбить обычных гадов, которые убивали ее клан. На ее глазах появились слезы и стало как будто нечем дышать. Элайя задыхалась от собственного бессилия. «Если будешь паинькой, то мы тебя не тронем», мужчина прижал ее голову к земле, проведя рукой по блондинистым волосам. Элайя стала ужасно противна, но потом ее взгляд направился на маленькую девочку, которая бежала по улице, в надежде убежать от яркого пламени и шиноби, который гнался за ней. «Спасите!» громко молила она, смотря на свою предводительницу. В ее глазах было столько боли и страха, которые придали сил сражаться Элайю дальше. Она ударом ноги сбила мужчину с ног и вскочила с места, чтобы добежать до девочки, но было поздно. Нет. Ее безжалостно проткнули катаной прямо на глазах и узумуки. Нет. От ужаса завопила Элайя. Схватившись за голову, она упала на колени, уже ничего не понимая. Она ведь никого не спасла. Просто никого. Силу. Демон видел каждое ее страдание, питаясь всеми ее негативными эмоциями, и наконец-то пришел его час. Час расплаты за все хорошее. Скажи это еще раз, жалкое ничтожество. Громко посмеялся он и вытащив катану из воды в ее мире. Дай мне силу, Хатиман. Демон легким движением руки проткнул Элайю катаной прямо в грудь, громко рассмеявшись. Узумаки запрокинула голову назад и закричала, что он есть мочь. Пора начинать эту битву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова